Но перед тем, как нанести тональную основу, нам нужно нанести основу под макияж. Что такое основа под макияж? Основа под макияж это такое средство, которое заставляет тональную основу приклеиться к коже лица, если мы там вдруг потом коснемся, чтобы это вместе с тональным кремом не стерлось. Я использую в качестве основы под макияж вот такой вот Smashbox Photo Finish Oil Free Foundation Primer. Их у меня маленьких таких пробничков много, поскольку у нас в Киеве в магазине Bonjour, который находится в торговом центре SkyMall, их выдают бесплатно при покупке любого продукта Smashbox, так что у меня этих пробничков уже много, и я могу уже долго их использовать, потому что, во-первых, они стоят, достаточно дорогой этот праймер, а во-вторых, потому что его идет на лицо совсем вот копирюшечка. Я сейчас покажу, сколько. оп, все, вот столько. Видите? Вот буквально вот на, буквально капелька, честное слово. Значит, как это делается? Как нам показывают на курсах? Сначала покажу. То есть берется, опять-таки я с этой капельки, взяла еще меньше капельку себе на пальчик, и вот буквально точечки вот так вот поставила, и вот эти точечки развела по лицу, вот буквально чуть-чуть. Я, как для себя, я делаю немножко проще, я просто беру вот так вот его везде-везде-везде, и как будто бы умылась в этом средстве. Вот так нос, сюда. Все. Этот праймер не надо накладывать на область вокруг глаз и на губы, потому что там более тонкая кожа, и для нее есть отдельный праймер, отдельно праймер для глаз и отдельно праймер для губ. Поэтому этот праймер мы наносим только на кожу лица. Дальше. Теперь, собственно говоря, после того, как праймер нанесен, мы можем смену начинать использовать тональный крем, тональную основу. Значит, как я и говорила, на лоб я буду накладывать с помощью спонжика. Как в основном спонжики, да, вот такие стандартные, они идут треугольного края, то есть два края такие более остренькие, один край 90 градусов, один угол 90 градусов. Я, как бы, смотрела в уроках Аллы Чури, она, что она делает? Она вот один этот краешек берет ножнички и скругляет, чтобы он был кругленький, а не остренький. То есть на курсах сказали, что этого делать не надо, поэтому я этого не делаю. Просто беру мой тональный крем, вот так, и начинаю накладывать. Вот могу также взять на пальчик капельку и чуть-чуть вот по лобику, по носику сюда провести вот эти капельки и начинать уже растушевывать по лицу. Вот. Хочу отметить, что этот тональный крем Smashbox, он не очень хорошо подходит для жирной кожи. Я пробовала его использовать на модели с жирной кожей, и он у нее очень плохо впитывается и как-то некрасиво смотрится даже под пудрой, он видно, что там что-то намазано. Вот хорошо нужно вот этот вот острый кончик, он помогает залезть во все эти труднодоступные такие складочки, выемки, которые есть на лице. Сейчас вот это я сделала, и дальше я продолжу кисточкой, чтобы было видно, как это делается кисточкой. Я беру тоже, это мой тональный, немножко на кисточку набираю, и вот эту часть я буду покрывать кисточкой. Ее нужно на кисточку, тональный крем нужно набирать совсем чуть-чуть, потому что он, если, по-моему, сразу много, то он таким большим пятном и ляжет, и сразу нужно его сильно-сильно будет растушевать. Поэтому с кисточкой аккуратнее. По поводу, опять-таки, нанесения тонального крема, на щеках мы его наносим не по массажным линиям уже, а по росту волос, волосиков вот этих вот маленьких пушковых волосиков. То есть, в принципе, вниз мы его вот такими движениями наносим, потому что здесь волосики растут как бы вниз. Здесь волосики растут в сторону, соответственно, я... Вот, пришла моя принцесса с вами поздороваться. Дашуля, скажи привет! Привет! Все, маленькая принцесса ушла смотреть биноккио. Мы продолжим. Значит, тональный крем наносится, кроме того, что на все лицо, он также наносится и в зону вокруг глаз обязательно. То есть, те, кто думает, что он считается сильно такой тяжелый для кожи вокруг глаз, это не так. Ему нужно наносить и вокруг глаз тоже. То есть, мы покрываем все лицо тональным кремом, делаем такой себе лист чистый, на котором мы уже будем вырисовать объемы, цвета и прочее-прочее. То есть, мы его отберем и вот так сюда, вот этим острым краешком, практически под зону реснички наносим снизу и сверху. При нанесении тональной основы обязательно смотрите аккуратно, чтобы крем хорошо втушевался в линию роста волос, чтобы не было такое, что он четкая линия идет, да? Вот тогда втушевываем вроде как, чтобы никаких пятен не оставалось. Вот так вот по контуру. Вот в этом вот месте, где у нас лицо заканчивается, начинается шея, тональный крем мы тоже чуть-чуть тушуем. Но, вот как нас учили, крем не наносится на шею, а только вот здесь вот на краю. Вот таким вот образом. Вот туда, где начинается тень, наносится крем, вот так, как будто бы он заканчивается с лица и растушевывается, и все. Все, тональным кремом мы разобрались, из визлишки убираю с руки, которые остались у меня. Опять-таки кисточку, которую уже использовали, я уже ее откладываю, все. И она идет в мойку, спонжик идет в мусорник. После того, как мы затонировались, нам нужно замаскировать все недостатки лица, которые у нас остались не затонированы. Это могут быть синячки вокруг глаз, это могут быть какие-то прыщички, желтинки, пятнышки и все такое. Это мы делаем при помощи консилера вокруг глаз, если это синячки вокруг глаз, либо при помощи профессиональных корректоров. Значит, консилер я использую снова-таки от Smashbox. У меня много косметики от Smashbox, потому что она у нас в Украине в свободной продаже есть, ее не нужно далеко искать. Smashbox High Definition Concealer. Цвет Light. А, стоп, посмотрю, где тут цвет. Вот здесь указан на кончике. Цвет Light. Есть. Значит, как мы используем консилер? Консилер также набирается на ручку. Оп, я чуть-чуть добавлю, потому что у меня не такие уж ярко выраженные синяки под глазами, а так просто, чтобы вам показать, как это делается, я покажу. Берем маленькую кисточку. Нам показывали, что консилер и прочее корректирующее средство нужно обрабатывать вот такой вот маленькой кисточкой. Плоская искусственная кисть. Я беру, точечно наношу, причем не просто вокруг глаза, а именно местно, то есть на конкретную проблемку. Вот, например, вот, да, синячок, он в основном идет вот здесь. Все. Тут он уже расходится. То есть я вот сюда нанесла консилер, и дальше пальчиком вот этим вот безымянным, почему это делается безымянным пальчиком? Потому что безымянный пальчик считается самый легкий, да? И им вот так вот как будто вбиваю вовнутрь этот консилер. При этом нельзя делать вот таких вот резких движений. А вот так вот просто осторожненько вбиваю. Почему нельзя вот так делать? Потому что клиенту просто будет неуютно, если вы так ему будете хлопать по глазу. Вот такими вот движениями. Вот, взяла и вбила. И чуть-чуть вроде как по краю вот так провела, да? Как будто бы втушевала так, чтобы он, если там какое-то пятнышко вдруг образовалось, чтобы этого видно не было. И повторяю тоже на другом глазу. Так, есть. Это мы сделали с консилером. Сразу его тоже убираю, чтобы он мне не мешал. Опять-таки, по ходу создания макияжа каждое средство, которое мы использовали, мы закрываем и убираем, чтобы не оставалось-то все открытым, чтобы не было большой батареи и средств на столе, не мешало и не приходилось в этом всем копаться и искать что-то другое среди большой кучи средств. Поэтому я сразу все это убираю. Убираю, убираю. Все, убрала. Дальше, что мы делаем? Если у нас есть какие-то синячки, где-то отдельно, либо красненькие пятнышки прыщиков, то нам нужно их замаскировать корректорами. Я беру мою профессиональную палитру корректоров. Выглядит она у меня вот так. Она огромная у меня. Просто невероятно масштабных размеров. Я не ожидала, что она приедет такая большая. Я ее заказывала с сайта, и там размер не был указан. Наверное, мне ее хватит до конца жизни. При этом я заказала себе новую палетку Make Up For Ever, потому что она более компактная. С такой ездить, это, конечно, немножко громоздко. Здесь находится вся палитра основных цветов корректоров. Это зеленый, фиолетовый, светлый, оранжевый цвет загара и темный коричневый цвет. Для чего они нужны? Нужны, думаю, уже все знают, но все-таки еще раз расскажу. Зеленый цвет убирает покраснение прыщики. Фиолетовый цвет убирает желтизну. Натуральный цвет, он смешивается с каким-то цветным, чтобы придать коже более натуральный вид. Оранжевый цвет убирает синяки. Это цвет загара. Если кожа загорелая, то цветной цвет смешивается с цветом загара и с цветом кожи. И темно-коричневый это для афроамериканцев. По поводу нанесения корректоров я сделаю отдельное экспериментальное видео. Но сейчас показываю, как нас учили наносить коррекцию. Например, у меня вот в этом уголке глаза, вы видите на видео, он такой синеватый, зеленоватый. Поэтому его я корректирую оранжевым цветом. Я беру немножко оранжевого и сюда немножко светлого натурального под кожу, чтобы это просто был как будто бы натуральный цвет, но с оранжевинкой немножко. Вот я его набрала. Вот примерно вот такой получился цвет. И точно так же, как я сделала с консилером, вот буквально местно, вот на этой пятнышко. Раз. Все. Достаточно. И также пальчиком вбила, втушевала. С этой стороны. И с другой стороны повторила. Есть. Даже можно еще чуть-чуть, что я здесь немножко меньше нанесла. Вот. Хорошо, с корректорами также разобрались. Закрыли. Все. Коррекция готова в моем случае. Да, у меня прыщей, слава богу, никаких нет проблем с кожей. Поэтому я могу дальше уже наносить пудру.